Добрый день, очень добрый день, дорогие коллеги. Сегодня у нас вебинар, посвященный биореволиметрии, тренд на естественность. Если мы говорим о том, что косметология это превентивная медицина, то самый желательный пациент на приеме это молодой пациент. Но посмотрите, какая широкая дельта у этого молодого возраста по классификации ВОЗ. С 18 до 44 лет. Но если обратить внимание на поколение Z, это инстаграмные пациенты, то однозначно сейчас в тренде естественность и экологичность коррекции. Когда приходит пациент на прием, можно ожидать любых вопросов. Так, например, ко мне совсем недавно пришла молодая пациентка и задала вопрос, а испытывают ли на мышах ботулотоксин? Вот даже такие вопросы можно получить, не всегда можно понять, как ответить. Конечно же, я ответила, что не испытывают. И как нельзя хорошо, как нельзя прекрасно подходит к этому вопросу, следующий слайд, который мы гордимся, который мы часто вставляем в нашей презентации, это о экологичном производстве продукта гиалуроновой кислоты у Regenial Laboratory. Посмотрите на этот слайд, пожалуйста. От сырья до конечной упаковки соблюдаются все нормы стандарта окружающей среды. И у компании есть много международных патентов по экологичности продуктов. И само сырье компания Regenial Lab берет у компании Fidia вот эту гиалуроновую кислоту, которой также гордимся мы и производственным, и гордимся мы как косметологи, и гордятся сами итальянцы. Потому что, обратите внимание, эта компания больше 60 лет уже на рынке разрабатывает именно продукты с гиалуроновой кислоты. И достигли наибольшей степени чистоты продукта. Если говорить о биореволиметриках, то, конечно, нужно вспомнить о реологических свойствах препарата, потому что эти препараты прекрасно биодеградируют с тканями, и обладают эластичностью, не мешая мимике, и хорошо распределяются в тканях. В своей практике я чаще всего использую два продукта из биореволиметриков. Это BioExpander и недавно прошедшие сертификацию в России Super Idea. Он прошел совершенно недавно, с мая, но я им уже активно работаю, и получаю только наилучшие отзывы от пациентов, и вижу прекрасные результаты через месяц и два в зонах коррекции. Я корректирую этим препаратом и зоны, которые рекомендованы производителям, ввожу их в глубокие слои кожи, и в нос, и в поверхностную жировую клетчатку. Как я определяю, каким препаратом работать с каким пациентом? Конечно же, основываясь на классической схеме типа старения, которую еще в 60-х годах определила Ирина Ивановна Когуненко, мелкоморщинистый, мускульный, деформационный, усталый. И опять же, если мы говорим о молодых пациентах, если мы говорим о превентивной медицине, то мы будем говорить о прогностически деформационном типе старения и прогностически мелкоморщинистом типе старения. Как по-простому определить это у наших пациентов? Мелкоморщинистый тип прогностически – это всегда нормостейник, астейник, это небольшой слой подкожно-жировой клетчатки, и жалобы у таких пациентов, как правило, на сухость или даже обезвоженность, и ранние мимические морщинки в мимически активных зонах, в носогубной зоне или вокруг глаз. И деформационный тип старения – это, как правило, нормостейники, гиперстейники, и сглажен угол нижней челюсти уже у совсем молодых пациентов. Что хочу сказать. Мы сейчас, конечно, живем в век пандемии, вот сейчас у нас бесконечный перманентный стресс у наших пациентов. И какие статьи уже научные появились? Появились о том, что у пациентов со стрессом, с депрессией отмечается торпидное декоративное изменение глубоких жировых пакетов и разрыхления поверхностных. А мы с вами знаем, что подкожно-жировая клетчатка и так... ...что неравномерно уходит подкожно-жировая клетчатка поверхностная, потому что есть пакеты, которые смещаются в компартменты, и которые остаются стабильными. Вот на этом слайде мы можем посмотреть, что как раз смещаются носогубные пакеты, и мы это видим клинически на наших пациентов, когда они обращаются к нам носогубной связкой, складкой, которая нависает на области носогубного треугольника. Среднещечный – это вообще классика жанра, когда пациент уже молодой, но такой осунувшийся, особенно после стресса, после... ...девочки после кормления грудью приходят, у них почти у всех опущен вот этот среднещечный жировой пакет. И наружно-щечный. А вот стабильные жировые пакеты, обратите внимание, скуловой, щечно-латеральной, височной, верхневисочной, они остаются неизменными. И сейчас вот этот вот височно-латеральный лифтинг, популярный нашей среде косметологов, это как раз основано на том, что мы вводим наши препараты именно по латеральной, по сегменту С3, да, то есть лицо делится на сегмент С1 центральный, С2 медиальный и латеральный С3. И мы как раз вводим вот в эти стабильные жировые пакеты наши препараты, вируэлеметрики, таким образом натягивая сегмент С2 и не перегружая лицо. Доктора, я привела слайд, который вам уже, возможно, известен, сравнение препаратов Биэкспандер, СуперДея и других биореволюметриках по модулю упругости, по ретикуляции, модулю эластичности. Но на эти характеристики клинически не нужно так уж активно обращать внимание, лучше обращать внимание на рекомендации производителя по пластичности препарата, по способам ведения препарата, иглой или той или иной конюлей, потому что вот эти все показатели, они должны, они соответствуют действительности только если произведены в одних условиях и одним методом. Вот еще одна и того же примерная схема руководства по выбору препарата, да, мы здесь видим, что если вязкость и эластичность, простите, Биэкспандера самая низкая, то СуперДея, напротив, самая высокая. Именно из-за этих параметров я выбираю мягкий пластичный препарат для ведения подкожно-жировой плеча, отколи коррекцию мелких морщин и с модулем упругости для связок. Простите. Если мы говорим о тактике ведения пациента с мелкоморщинистым типом старения, то это, конечно же, увлажнение подкожно-жировой клетчатки и дерма. Это биревитализация два раза в год и алсистом, химические поверхностные пилинги, да, незабываемой негативной стимуляции. И я предлагаю вводить Биэкспандер один раз в год для пролонгированной, для создания такого пластичного объема и пролонгированного увлажнения кожи. Позже я покажу свою работу по применению Биэкспандера для мелкопрогностических, мелкоморщинистых типов старения и для лечения обезвоженной кожи. Особое внимание я хочу... ...на прогностический деформационный тип. Здесь, конечно, мы должны тщательно следить за весом, рекомендовать пациенту не набирать вес, делать ему тренинажные процедуры в условиях кабинета, потому что подкожно-жировая клетчатка, опять же, хорошо набирает воду, создает видимую дополнительную вот эту тяжесть на лице. Если говорить о наших процедурах, то это мы поддерживаем связки. Позже сейчас я покажу вам, как это мы делаем. И всегда рекомендации, мои рекомендации, начинать у таких пациентов со средней трети лица. Таким образом мы сразу же создаем визуально такое отдохнувшее лицо и поддерживаем нижнюю треть лица. И таким образом используем меньшее количество препарата. Какой же пациент при деформационном типе старения будет самый благодарный, самый удачный для наших процедур? Какой же пациент идеальный при деформационном типе? Это, безусловно, возраст, но здесь мы подходим под наш молодой возраст. Пациент, как правило, без лишнего веса, но уже с формировавшимися возрастными изменениями. И когда ему нужен лифтинг, без каких-то лишних объемов. И пациент, что очень хорошо подходит для наших препаратов, биореволиметриков, за естественные результаты. Обратите внимание, насколько прекрасно производители сделали препарат с прекрасными вязко-реологическими свойствами. Модуль эластичности, хорошие реологические свойства текучести. Препарат хорошо выходит через углу 30G. И конюля 25G на 38 мм. содержит обязательно свободную гиалуроновую кислоту 5%. И прекрасно производится из высокомолекулярной гиалуроновой кислоты 1 млн и 2 млн дольтона. В условиях низких температур и очень медленно. Это важно для того, чтобы вот эти вязко-эластичные свойства препарата, они клинически находили свое применение. Хорошо распределялся препарат, но при этом поддерживал при коррекции в среднюю треть вот эту всю толщину, самую мимическую активную зону, при этом не растекаясь и при этом выдерживая вертикальную нагрузку в среднюю треть лица. Если обратить на модный сейчас такой параметр, как модуль упругости, мы теперь всегда о нем говорим на всех конференциях, на это обращаем внимание, то давайте посмотрим, что же это такое. Это комплексный модуль. Он отражает общую устойчивость к гелям, к деформации и способность его сохранять форму и объем при смещении вот этой деформации. И очень важно, значение вот это вот трудно переоценить, вот это значение реологического свойства препарата, как когезивность. Вот если вы посмотрите на этот слайд, если он у вас не пропал, то вы видите, как в чашечку Петри опустили стеклянную палочку и она коснулась геля, и при подъеме этой палочки гель потянулся за ней. Вот это и есть свойство когезивности. Это внутренние силы сцепления, которые удерживают отдельные частички и вязкой среды. И согласованно действуют в тканях. Вообще эти взаимодействия, они очень слабые. Вот эти водородные связи, электростатические связи, они очень слабые, но их много. И за счет этого препарат не растекается в тканях. И когда мы в клинический вводим препарат в тот или иной слой кожи, он именно находится в этом слое и никуда не растекается. Я позволила себе взять слайд из прекрасного доклада ареологических свойств филлеров Екатерины Александровны Чайковской, который она провела на международном конгрессе в Сочи. И обратите внимание на этот слайд, потому что здесь очень хорошо отображена клиническая значимость когезивности. То есть препарат с высокой когезивностью – это лифтинг. Это всегда, когда мы создаем опору под связки, всегда создаем лифтинг. Средняя когезивность – это и лифтинг, и наполнение. То есть среднее значение – это распространение препарата в коже. Он всегда нам тоже клинически важен, потому что мы можем создать именно такое отдохнувшее лицо и равномерное распределение препарата. И отсутствие когезивности – это совсем уже не филлер, это уже свободная гиалуронная кислота, не связанная ретикулярными связями. Куда же мы вводим суперидеи по рекомендации производителей? Мы его вводим в четвертый слой кожи, в глубокую подкожно-жировую клетчатку, в глубокие жировые пакеты. Как это технически делается? Иглой или конюлей мы протыкаем кожу, подкожно-жировую клетчатку, мышцы и доходим до кости. После этого немножечко иглу отодвигаем от кости и делаем, конечно же, аспирационные пробы, если мы работаем иглой, и вводим вот этот препарат в глубокие подкожно-жировую клетчатку. При этом объем в месте ведения сразу визуально увеличивается. И насколько препарат прекрасно ковизивными свойствами удерживается в этом слое. Насколько он хорошо работает, например, для коррекции средней трети. Клинически я об этом уже убедилась и покажу вам позже клинические свои примеры. Но от себя хочу сказать, ведь у нас что происходит в процессе старения? У нас прежде всего происходит остеопороз кости. И опять же замечено, что остеопороз костей черепа у мужчин и женщин он происходит разными темпами. У женщины больше стареет средняя треть, а у мужчин нижняя треть. И, соответственно, при старении, вы сами знаете, что происходит. То есть у нас связка, которая крепится к кости, истинные связки, они же не растягиваются. Они просто кость, остеопороз опускается, и связочка тоже вследствие за ней опускается. И все вот эти наслоения кожи, которые на ней крепятся, то есть подкожно-жировая клетчатка, мышца, дерма, эпидермис, они неизбежно точно так же смещаются к низу. И вот еще и мышца за счет того, что она сначала облегает такую кругленькую пояс, да, скуловую дугу, а по мере старения кости она тоже выпрямляется. То есть нагрузка на мышцу, она и плюс возрастом у нас мышцы депрессора больше на себя берут работу, да, мы это видим на наших пациентах. То есть мышца становится более такая скованная, более зажатая. Очень важно свойства реологические препараты именно вот такие иметь, как у суперидеи, потому что препарат, когда мы его вводим в нужный слой кожи и поддерживая связки, он никуда не мигрирует, не смещается, и очень хорошо поддерживает вертикальную нагрузку. То есть ткани прям сразу подпрыгивают. Это видно на кончике иглы. Как только я вставляю, ставлю иглу и ставлю вот эти болюсы, микроболюсы, я визуально вижу, как подскочила щека. В последнее время очень модно вставлять филеры, применять филеры для коррекции зоны подбородка при неправильном прикусе или просто для сглаживания овала лица, для, так сказать, молодости треугольника. Препарат суперидея по рекомендации производителей мы можем вводить как подмышцу, так и надмышцу, то есть во второй слой кожи. Реологические свойства препарата это позволяют, и препарат не контурируется. И в своей практике я так и делаю. Я начинаю вводить препарат подмышцу в зоне подбородка и по мере того, как я перехожу в губы подбородочной складки, по мере морщины марионетки или коррекции вот этой зоны дау, я вывожу конюлю более поверхностно и остаюсь во втором слое кожи. И, соответственно, делаю такую перевернутую пирамиду от большего к меньшему к модиолусу. Деформационный тип старения никогда нам не дает забыть о лимфатических сосудах на лице, потому что как только перегрузка средней трети, сразу наши пациенты отекают. Это происходит из-за того, что, как вы видите, лимфатические узлы, опять же, находятся все по латеральной части лица и очень слабо выражены в средней трети лица. Поэтому, когда мы особо перегружаем, ну, есть такие, да, ситуации, когда лицо перегружено препаратами, гелями и сдавленными вот этих лимфоузлов, мы и встречаемся вот с этой дутловатостью, с этой отечностью. И после этого, вступая в делности в ангидазы, мы рассасываем эти препараты. Обратите внимание, как мы работаем с сегментом С3. Это самый благоприятный сегмент для работы, для лифтинга лица. Мы обращаем внимание на связки. То есть мы обращаем внимание, как правило, на височную связку, темпорал лигаментус, на латеральную связку глаза, сегаматикус и модибулярус. По идее, мы можем даже проводить на всех пациентах вот эту линейку, как я показала на этом лице, с тем, чтобы хорошо, именно отталкиваясь от этой латеральной, несмещаемой зоны, натянуть, создать вот это перемещение средней трети лица, сегмент вот этот С2. Очень красивые получаются результаты. Последнее время для коррекции средней, для коррекции деформационного типа я использую именно эти техники. И если говорить профессору Себастьян Катафан, то обратите внимание, он нам дал, для нас, косметологов, создал такую характеристику, создал такую таблицу, как нужно вводить препарат. То есть каждую точку вкола для конюля, троакаром, мы делаем латеральные связки, при этом иглу мы не протыкаем до надкосницы, а только поверхностный подкожный слой, то есть совсем чуть-чуть кончик иглы. Кожу мы, как правило, стабилизируем, и я так и делаю. Если мы корректируем среднюю треть лица на соскуловую связку, то я сначала эту связку ставлю в горизонтальное положение, я поднимаю ее, эту связку, поддерживая второй рукой, и иголочку уже, либо иглу, либо троакар, ставлю под свой пальчик, то есть под саму связку. И именно сюда и иницирую болез. Доктора, вот связка, что такое связка? Это же, вот вы кушали когда-то устрицы? Вот обратите внимание, вот эта мышца, как она крепится к ракушке, да, она крепится такой вот площадочкой, и вот так именно выглядит связка. Она крепится же не одной точкой, а вот такой вот площадочкой. Поэтому и препарат под связку, для того, чтобы удержать вот эту связку, дать ей опору, мы тоже ставим не одним таким большим болезом, а микро-микро-болезом как бы вот по всей вот этой площадочке. Тогда пациенту комфортно, нет такого чувства распирания, и препарат уже точно не сместится, а хорошо встроится, ну вот диффундируется в ткани. Конечно же, будем медленно. Вообще, как сказала Елена Александровна Разнотовская, очень бог тот, кто вводит препарат медленно. Очень медленно ввожу всегда препарат. Во-первых, это позволяет минимизировать болевые ощущения у пациента, а во-вторых, в случае чего, вы сразу видите изменение рисунка и можете прекратить введение, подачу препарата. И, конечно же, если мы работаем иглой, то нужно делать аспирационную пробу не менее 4 секунд. Но я делаю всегда больше. Особое внимание давайте обратим на коррекцию носогубной складки. Многие сейчас отказываются от этой коррекции из того, что здесь это опасная зона, хорошая лицевая артерия здесь проходит, и угловая артерия. Но часто мы слышим о коррекции поднятия вот этого пространства в ринстоу, в грушевидное отверстие. Как мы делаем? Мы доходим иглой, ставим иглу перпендикулярно, доходим до надкосницы, совсем немножечко отступаем иглой от надкосницы и вводим болюс в эту зону. Препарата биореволиметрика Суперидея. Не больше я бы рекомендовала 0,3. Не больше. Иначе пациенту тяжело, и этот боли сдавливает нос, крыло носа, и пациенту некомфортно. Поэтому не больше 0,3. И какой эффект? Сразу тоже выталкивается вот эта зона коррекции, сразу красивая носогубка. И при этом можно даже не делать дальше, не проводить препарат дальше по этой складке. Что еще из плохого, если, например, как мы раньше инъекцировали, когда мы вводили по всей носогубной складке, все-таки мы своими инъекциями, своим вхождением иглы в дерму, мы тоже создаем фиброз. И часто, вот и у меня так, и часто мы видим пациентов, которые давно уже инъекцировали носогубные складки, что у них эта зона расширяется, то есть получается такой широкий и треугольник к низу. Так называемый фиброз, который трудно потом чем-либо убрать. Поэтому безопаснее, а самое главное красиво, сделать именно область грушевидного отверстия и латеральный лифтинг, поднять вот этот S2. Висок. Очень красивая коррекция всегда происходит, когда мы корректируем висок. И проводились исследования поверхностного введения филера, срединного, глубокого. И самое безопасное введение это в субдермальный слой для пропитывания вот этого недостающего поверхностного жирового компартмента. Я согласна, я работаю только поверхностно и препаратом всегда BXPANDER. Он очень конюлей 22G на 50. Очень красиво заполняется это пространство. Буквально делаешь после этого несколько массажных движений, и гель BXPANDER хорошо заполняет вот эту вот височную ямку. Если мы говорим о препарате Суперидеи, то это, конечно, межфасциальное ведение. Как мы проверяем? Мы находимся между пластинками или в подкожно-жировой клетчатке. Между пластинками конюля вообще скользит. То есть у нас вот это между фасциями поверхностной височной фасцией и глубокой височной фасцией. Когда мы туда входим конюлей, мы, во-первых, приподнимаем, она у нас не контурируется раз, тяжело приподнимается два, и скользит в этой зоне очень хорошо. Таким образом мы можем понять, что мы находимся в межфасциальном слое. Глубокие ведение препарата я не делаю вовсе. Вот анатомически мы можем увидеть, куда я иницирую препарат биэкспандер. То есть я вхожу из самой высокой точки сколовой дуги, как правило, это 2 см от латерального угла глаза, прохожу подкожно-жировую клетчатку, прохожу сколовой дугу и вот так вот равномерно веера, доходя до гребня кости височной, раскладываю препарат. Какой лайфхак хотел от себя дать? Есть ли у пациента молодого хорошо выраженная вот эта вот височная ямка, но есть малярный мешок, отводите, пожалуйста, препарат в сторону волосистой части головы, чтобы при активном движении вот этой круговой мышцы глаза, она одна из самых активных, не было случайного смещения, все-таки препарат содержит 10% гиалуроновой кислоты, в зону маляра. И соответственно не отяжелелась эта зона. Очень все равно хорошая коррекция, просто отводите его от бровей. Вот на этом молодой девочке, которая явно прогностически мелкоморщины стативует, и после периода лактации и кормления грудью, она стала жаловаться на выраженную обезвоживость кожи, что дает падение светотеней, некрасивое лицо, серое. И вот обратите внимание, что подкожно-жировая клетчатка сама у нее не ушла, но она потеряла вот эту влагу, обезвожилась. И соответственно на такой девочке, я позже покажу, как я инъецирую препарат Биэкспандер, я его инъецирую по всему лицу, не привязываясь к связкам. Я только нахожу такую зону фиксации, зону вкола, чтобы мне конюля хорошо скользила, желательно из одного вкола и достала как можно больше мест. Примерно вот так это происходит, то есть латеральные связки зигоматикус, место вкола, и равномерно поделяю препарат по всему лицу. Как правило, конюля 25G на 38. 50 я не очень люблю, потому что она гибкая и пациенту больно, и она скользит плохо, а вот 38 очень хорошо. Вообще в моем кабинете только две конюли использую, 25 на 38 и 22 на 50, 22 на 70 такую большую конюлю я не работаю. Если говорить о клинических примерах, обратите внимание на разметку. У нас есть классическая разметка по хендереру, когда мы проводим линию от угла рта до латерального угла глаза и от носа до козелка уха. Точка пересечения этих линий связки и скуловой Разметка по Макгрегору это примерно также от носа козелку уха и от угла рта к брови. вот эта площадочка Макгрегора так и называется скуловая площадка Макгрегора это соединительная тканная площадка которая является пересечением жевательных и зигоматикус жевательной связки и скуловой связки. Отсюда мы входим это место вкола. Опять же не забываем рекомендации профессора Катафана берем складочку делаем только прокол тракаром кожи и уже конюлей дальше действуем и конюлей доходим до надкосницы. Как правило в этой средней трети я работаю конюлей иногда для поддержки связки очень красивый результат получается именно иглой. И если мы говорим о Биэкспандере о моем препарате для подкозжировой клетчатки чаще всего техники именно диффузного распределения равномерного кокормирования и если говорим об объемных коррекциях то это безусловно фаворитом является суперидея. И как я уже сказала я не ставлю большие болисы а ставлю именно микроболисы. вот мы видим результаты до-после тоже молодая пациентка жалобы были точно такие же то есть это мама кормящая мама ей 33 года у нее двое деток выраженная обезбоженность и даже уже атония кожи связана с тем что пролактин очень хорошо у нас это тоже может сказать длительный стресс и мы видели уже научное стяжение то есть разрыхляется подкожно-жировая клетчатка и вот у этой девочки она разрыхлилась очень сильно у нее даже уже произошла такая при повороте лица уже опущение нижней трети лица и очень красивый именно результат получился на препарате биоэкспандера мы покажем позже фильм как я это делала и пациентка отметила что очень довольна никаких следов коррекции она была за естественность результата никаких следов а только вид улучшился очень довольна процедурой пациентка уже спустя три месяца то же самое пациентке был введен биоэкспандер здесь пациентка уже не совсем целевая для биоэкспандера но все равно из-за того что у нее вот эти вот светотени усталые морфотипы то есть связочки видны уже проявились молодая пациентка но видны связочки очень хорошо биоэкспандер камуфлирует поверхностно вот это светотени то есть преиспределяется теневая игра и лицо такое опять же становится более светлое более отдохнувшее и препарат супердея это действительно я его очень сейчас полюбила очень хорошо себя ведет в тканях препарат хорошо создает объем и для средней третьей для подбородка и для спинки носа и для кончика носа очень хорошо препарат держится вот эта инъекция была проведена это результат после но я видела это наша коллега видела это врача и она очень довольна именно кончиком носа то есть совсем мы знаем что кончик носа так как у нас расширяется вот это грушевидное отверстие тоже опускается и совсем маленькая коррекция подъема этого кончика носа иногда дает выраженный омолаживающий эффект что я делала этой пациентке то есть разметка по хендереру как я вам показала выше точка вкола как я также рассказала только только кожи и самое чуть-чуть подкожно-жировой клетчатки то есть буквально субэпидермальный слой дальше конюлей 25G эта конюля дарится производителем она вкладывается в упаковку со шприцом суперидея этой конюли родной я вела препарат надкоснично по всей средней трети убираю вот эту вот тень таким образом у нас хорошо оттянулась средняя треть из С2 в С3 и мы убрали тень на подбородке и губоподбородочной борозде и совсем капелечку подняли вот этот кончик носа очень красивый результат коррекции очень долгосрочный и сейчас я хотела вам показать фильм как я инъецирую и прокомментировать какие-то моменты будьте добры пожалуйста видеофильм я пока вам расскажу еще буквально на себе покажу как я вожу беэкспандер потому что вот сейчас в условиях стресса и в условиях того что осень включились батареи и много кондиционеров вот сейчас позже расскажу тогда давайте посмотрим нашу пациентку это делаю я делаю разметку куда я не буду вводить препараты я часто это использую особенно при смещении жировых пакетов как я вам показала выше на слайде я произвожу разметку потому что когда пациент ложится вот это все зона стирается и мы можем конюлей препарат ввести туда не совсем туда куда нам нужно и таким образом утяжелить то что нам не нужно делаю разметку по хендереро то есть угол глаза и соответственно носик и козелок уха вхожу в этой зоне распределяю препарат биэкспандер по всей поверхности щеки здесь нам не принципиально как мы входим можно сделать по-другому мы пальпируем нососколовую связку она иногда видна у наших пациентов вот это кожное втяжение иногда не видна но мы ее пальпируем она очень хорошо пальпируется проводим нососколовую связку доходим до скуловой кости у молодых она хорошая такая широкая и вот это пересечение нососколовой связки и скуловой кости и есть точка входа мы точно так же тракаром входим поверхностно вот так вот берем складочку входим тракаром поверхностно вставляем конюлечку и соответственно вводим по всей средней третьей щеки если нам нужно закамуфлировать вот у нас к сожалению медленно грузится фильм то что я рассказала я показываю раномерное распределение препарата точно так же например для того чтобы сгладить вот эту губоподбородочную бороду еще один момент по применению биоэкспандера в зоне подбородка мы знаем что подбородок у нас зона депрессии здесь работают и мышцы платизма которые тянут овал вниз и мышцы сама менталис она крепится под губой крепится к кости а дальше она висит над костью и тоже является мышцодепрессором и около опускающий рот тоже очень сильная мышцодепрессор поэтому если у пациентов иногда нет чувствительности конечно мы работаем ботулотоксином но нет чувствительности ботулотоксина тогда очень хорошо работает препарат биоэкспандер если его нанести на мышцу подкожно-жировой слой как сказала прекрасная Елена Захаровна Порсигашвили тогда мышца она как плавает в бассейне то есть движения такие становятся не как резкие а такие вот мягкие плавающие и соответственно у нас эта зона депрессии мы ее как бы расслабляем уже только применением препарата положенного на мышцу вот этот лайфхак я честно говоря часто использую и вместе с ботулотоксином и вместе и вместо ботулотоксина то есть вожу его для сглаживания губоподбородочной борозды вот то есть соответственно вот этот переход очень хорошо коммуфируется тогда мы откуда какая точка входа как правило это за связкой то есть как профессор Катафан рекомендовал за связкой точно так же кожа и вставляем совсем начало под кожу жировой клетчаткой вставляем конюльку и вот так вот камуфлируем по всей зоне подбородка над мышцей обязательно если сильно выражен жировой пакетик вот этот медиальный обязательно его тоже прорисовываю как на этой модели чтобы когда пациент уже лежит не попасть туда гиалуроновой кислотой потому что если мы введем биэкспандер хотя бы немножечко в этот жировой пакетик он у нас еще больше отягощится и пациент будет подкожная жировая клетчатка плохо отдает воду пациент будет очень долго недоволен сейчас у нас пойдет второй фильм мы как раз корректируем там молодую девочку как раз маму после кормления измученную бессонными ночами и конечно я хотела бы показать вам потому что таких пациентов все больше и больше вот буквально вчера с инстаграма мне точно так же обратилась пациентка мама шестерых детей на минуточку сказала что во время а вот пошел фильм который сказала что во время беременности у нее прекрасно наполняется лицо и она красотка но как только она перестает кормить ребенка и перестает кормить она вся осунувшаяся при этом она не хочет каких-то резких коррекций не хочет увеличивать скулу не хочет убирать носогубную складку а хочет мягко заполнить вот эту среднюю треть естественно чтобы это выглядело естественно и увлажнить кожу я конечно же предложила препарат из группы биореволиметриков биэкспандер как правило я использую для таких пациентов два шприца по одному шприцу на каждую сторону линия входа иногда анестезирую с помощью инъекции лидокаина просто точка вкола и все без крема либо вообще ничем не анестезирую но вот эта девочка она очень болела из боли кино стоит да эта девочка боялась боли поэтому я сделала инъекции лидокаина но в остальном когда мы вводим биэкспандер под кожу жировую клетчатку вообще не больно вообще пациент лежит комфортно и не боится то есть разметка также по хендереру угол рта и латеральная часть глаза нос и козелок уха и точка вкола такая же она позволяет нам из одного вкола даже иногда зайти ну зависит от лица да от высоты лица но даже эта точка позволяет нам пройти как среднюю треть так и зайти на зону виска если нет то зоны для зоны виска я использую сколовую самую выступающую часть сколовой дуги вхожу здесь с тракаром также кожу да беру складку кожу под кожу жировую клетчатку и уже конюлей под кожной жировой клетчатки раскладываю препарат височную зону препарат биэкспандер да но здесь я очень хорошо прокомментировала потому что здесь также вот из этой разметки мы вот чуть-чуть идет входим конюлей 25G на 38 я обычно использую на лице для биэкспандера мы заполняем вот эту зону очень красивый всегда результат просто височную зону среднюю зону свет падает и носогубная складка совсем не проявляется и соответственно обязательно использую как профилактические губы подбородочную так и уже для лечения губы подбородочную профилактические тоже очень важно потому что вот эта мышца депрессор она если ее не корректировать на ранних стадиях а пациенты ну ботулотоксинов лучше всего но иногда пациенты категорически против ботулотоксина или нечувствительных ботулотоксинов тогда очень хорошо именно гиалуроновой кислотой потому что эта мышца если ее не инициировать она укорачивается и потом уже с ней очень трудно что-то сделать вот так же произошло у меня с одной стороны лучше эту зону нижней челюсти да и губы подбородочную и подбородка камуфлировать вот уже буквально у молодых пациентов просто заполнять ее над мышцей гиалуроновой кислотой а как нельзя лучше для этого подходит конечно препарат доэкспандер и в завершении я хотела бы сказать что экологичность препаратов да компании Редженио естественная коррекция это действительно сейчас тренд косметологии естественная коррекция и правильный выбор пациентов что тоже немаловажно дадут вам преимущество перед коллегами и ваши пациенты останутся с вами на долгие годы и даже приведут своих детей в моей практике уже приходят дети моих пациентов которыми я начинала работать там в 2003 году потому что когда мы корректируем препараты компании Редженио они это безопасно для пациентов это не приводит никакому лимфостазу это препараты которые контролируемые ведут себя в тканях так как указал производитель это очень важно контроль поведения препаратов кожи уже в клинической практике косметолога сегодня мы показываем препарат биоэкспандер вот так выглядит шприц мы его будем вводить сегодня с помощью конюли у пациентки мы сделали разметку убрали поверхностные жировые пакеты куда мы не должны попасть нашим волюметриком потому что это препарат который хорошо удерживает воду и соответственно будет удерживать эту воду в подкожно-жировой клетчатке во втором слое поверхностной подкожно-жировой клетчатке соответственно я сделала разметку куда я не буду водить здесь вода нам не нужна а вода в зоне скул и зоне висков нам очень даже пригодится это создаст дополнительное увлажнение лицу и дополнительный объем в сколовой зоне делаю подкожный прокол таракаром не надо головоку колоть прокол сделала в области носа скуловой связки вставляю конюлю подкожно-жировую клетчатку и начинаю медленно ее продвигать в носу скуловую зону не глубоко дохожу до средней зрачковой линии ввожу немного препарата разворачиваю веерные инъекции кожа кожа у нашей модели молодая но атоничная зону маляров мы также отходим обходим поверхностный жировой пакет малярный и уходим в зону скулы создаем заодно лифтинговую технику у нас ушло 0,2 мл препарата на эту зону сейчас мы переколемся и сделаем зону виска делаем прокол тракаром из самой выступающей части скуловой дуги также не глубоко входим в ПЖК второй слой подкожно-жировую клетчатку для того чтобы создать лифтик кончика брови препарат обладает выраженной пластичностью поэтому между связкой моего нет смысла вводить он не для этой зоны а вот в ПЖК во второй слой очень хорошо распределяется не видно его и очень хорошо поднимает кончик брови все закончили у нас еще ушло еще 0,2 то есть вот на эту зону у нас ушло 0,4 мл препарата как ищем точку прокола но со скаловой борозда вот так вот проводим пересечение со скаловой с костью и вот эта область пересечения область входа только кожу прокалываем все вот только кожа это безопасный слой работы с препаратом как правило здесь не бывает ни гематом ни каких-то побочных осложнений опять же ввожу конюлю нашу под углом 30 градусов во второй слой подкожно-жировую клетчатку подкожно-жировую клетчатку вот мы проверяем поднимаем так конюлю она находится не глубоко аккуратненько ее двигаем в сторону опять же не вводим зону сув а вводим латеральнее конюлю я взяла 22G потому что кожа у нас плотная обезвоженная но довольно-таки плотная чтобы у меня было лучше скольжение то вот и вводим среднюю часть щеки по медиальному зрачку опять же 0,2 тушилом препарата и переколемся в зоне скуловой самой выступающей части скуловой дуги в зону виска делаем прокол опять же подкожной тракаром конюля в подкожно-жировой клетчатке находится в зоне виска вот она подкожно-жировой клетчатке вот здесь хорошо видна и доходим до гребня кости хорошо пальпируется у всех и оставляем препарат на выходе бигспандер обладает очень выраженным увлажнением поэтому нам много препарата подкожной жировой клетчатки оставлять нельзя иначе может при движении круговой мышцы глаза перейти на область малярного мешка и создать здесь отечность но все-таки заштриховать вот эту зону височную зону это всегда красиво это всегда такой вот свежесть лифтинг причем лифтинг как средней части щеки так и нижней трети и подъем брови у нас вот точка находится сантиметр выше брови и сантиметр латеральной брови для подъема брови оставляем здесь препарат вот все тоже 0,2 препарата и того у нас ушло 0,8 осталось 0,2 их мы распределим уже просто иголочкой вот по подбородочной линии миновав вот эту разметку вот здесь делать не будем а по подбородочной линии мы эти 2 мл препарата распределим 22-й конюля хорошо хорошо работать как правило вообще не бывает никаких гематом вот уже лицо приобрело такую округлость препарат препарат беэкспандер хорошо идет через иглу 30G и мы его сейчас аккуратненько вот избегая вот этих вот жировых пакетиков ведем в такой армирующей технике опять же во второй слой кожи вот проверяем себе поднимаем углу во второй слой проармировали и со второй стороны крепким уголочек рта все вот наш миллилитр препарата на такое лицо довольно-таки молодое хорошее совсем не нужен большой объем потому что опять же препарат прекрасно удерживает воду и слишком много препарата нас даст нездоровую одутловатость а вот для того чтобы оживить подкожно-жировую клетчатку сделать лицо более отдохнувшим мы вполне справились одним миллилитром распределив его повторим 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 и оставшиеся 0,2 в зону подбородка стерли вот эти вот и профилактировали опускание вот этих марионеточных линий модель молодая 25 лет кожа обезвоженная потому что это только что была кормящей мамой недавно прекратила кормить ребеночка и кожа из-за этого очень сильно обезвожена никаких объемных коррекций не требуется но требуется так как мама молодая занятая и у нее нет возможности приходить на классическую биоритализацию 2-3 раза через 2 недели поэтому мы ей сейчас будем увлажнять ее кожу с помощью биэкспандер это пролонгированная своего рода биоритализация 6-8 месяцев 1 инъекция нам хватит на 6-8 месяцев мы ее будем делать в конюлей в подкожно-жировой слой я сделала разметку обезболила пациенту вместо вкола и сейчас будем работать мы увлажним ей среднюю треть щеки за счет того что круговая мышца у нас активная она подтянет на себя водичку и не обязательно вводить препарат будет под ресничный край он увлажнится за счет средней третьей щеки зону височную потому что здесь небольшой провал и сгладим закамуфлируем зону подбородка это всегда красиво препарат выбора в этой ситуации биэкспандер потому что это пролонгированная биоритализация 1 инъекция хватает на 6-8 месяцев я уже сделала разметку сделала анестезию препарат биэкспандер очень пластичный монофазный гель он прекрасно распределяется в подкожно-жировой клетчатке и создает в ней резерв из влаги длительное время в течение 6-8 месяцев вот мы в подкожно-жировой клетчатке здесь у пациентка молодая у нее нет никаких опасностей в том что мы ей усилием какие-то отдельные жировые пакеты поэтому препарат распределяем равномерно в верной технике ввели опять же 0,2 мл препарата в зону виска ведем немножечко просто закамуфлировать вот эту зону западения препарат биэкспандер вводим во второй слой подкожно-жировую клетчатку потому что он мягкий пластичный и глубже его нет смысла никакого вводить а вот подкожно-жировую клетчатку в этой зоне очень красиво идет камуфляция вот этой зоны западения и пациент при этом выглядит более отдохнувшим лицо при этом выглядит более отдохнувшим здесь поверхностные нервы есть поэтому чуть-чуть болезненно после этого сделаем хорошо вот так вот массаж этого достаточно чтобы наш препарат равномерно распределился этот препарат биэкспандер никогда не создает долго объем поэтому нет нужды им например исправить зону подбородка но закамуфлировать передать по-другому подачу света теней мы им всегда можем и это будет всегда красиво плюс еще биэкспандера применение биэкспандера в этой зоне губо-подбородочной мы знаем что здесь находится зона мышцы депрессора ангулиорис и получается когда мы вводим нашу гиалуроновую кислоту над этой мышцей мышца как бы как плавает в воде и становится более движение становится замедленными и соответственно такой расслабляющий миорелакс миорелаксирующий эффект получается данной модели мы введем 2 мл препарата 1 мл вот мы израсходовали сейчас я возьму второй мы сделали прокорм тракаром теперь мы вошли конюлей под углом 45 градусов и потом под углом 30 градусов идем подкожно-жировой клетчатки и до зоны усталости носа скаловой борозды и оставляем наш препарат ровно равномерно веерной технике и из этой же точки из этой же зоны доступа мы можем закамуфлировать висок вот так же в подкожно-жировой клетчатке и зона подбородка вот эта вот зона побеления это я сделала анестезию предварительно проводниковую потому что чувствительность у молодой мамочки очень большая и аппликационной анестезии не хватает недостаточно здесь нам нет задачи как-то изменить форму подбородка есть только задача переспределить цвет осени и сделать подбородочек более таким мягким и общий вид отдохнувшим мы сгладили вот эту вот зону губы подбородочной бы раздыть свет будет падать по-другому и в целом у нас личико световые акценты будут падать вот этот треугольник молодости свет будет падать иначе и соответственно пациентка будет выглядеть отдохнувшим вот лицо молодая девочка после процедуры когда мы работаем с помощью конюли подкожно-жировой клетчатки 25G или 22G мы минимизируем посттравматические какие-то маленькие гематомки и более распределяем препарат более равномерно и вот сразу после процедуры мы видим небольшие покраснения которые уйдут через 20 минут и пациентка может возвращаться к своим обычной к своей обычной жизни процедура прошла очень быстро безболезненно потому что мне обезболили местно что меня очень порадовало потому что у меня после вторых родов очень сильно обострилась чувствительность и я вообще с трудом представляла что я стерплю биоревитализацию например вот меня очень порадовало что это один раз на минимум полгода потому что у меня нет времени ходить к косметологу ну совсем вот с двумя малышами и еще мне очень понравилось что почти нет следов то есть прошло 20 минут покраснение немножечко еще есть но в целом я думаю что вот еще минут 15 их уже не будет и то есть я приду домой и никто не узнает что я вообще была где-то на процедурах вот так что если у кого-то есть такая потребность восполнить кожу свежесть то очень рекомендую я очень рада что наконец-то я сделала процедуру биоэкспандером будьте здоровы всем хорошего дня